так доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее прекраснейшее утро и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать хорошо значит сегодня шестнадцатая сивана 16 число месяца сиван если кто забыл то число нужно знать 16 сивана и 15 июня тоже сегодня и 15 июня и 16 сивана всем шалом из солнечного тела вива да значит мы продолжаем изучать продолжаем учатору якобы штатен шалом из молибу шалом из молибу вот я посмотрю наверно по карте после урока где-то молибу мне просто интересно где-то где же это молибу из украины тоже все божьи благословения хорошо значит сегодня шестнадцатая сивана говорит нам любая чести рэба такую идею кто не видел любая чести рэба вот так вот он выглядел вот смотрите на живое из портрет видите вот это портрет вот так выглядит мудрецы прошлого до хранят нас их заслуги вы поймете сегодня сегодня такое вам расскажу вещь вот только я сегодня и увидел удивительное просто каждое слово станет по-другому в по-другому каждое слово будет звучать после того что мы сегодня узнаем народе говорит нам рэба мудрецы прошлого до хранят нас их заслуги то есть когда он вспоминал мудрецов то он все время говорил чтобы их заслуги нас хранили которые были подобны ангелам утверждали что исцеление души подобное исцелению тела и он нам здесь дает алгоритм как исцеляется душа и как исцелять тело он говорит это одинаковых два алгоритма записывайте возьмите ручки листите потому что он дает прям конкретно алгоритм исцеления души и исцеления тела первые и решающий шаг в исцелении знаете какое выяснить причину болезни то есть правильный диагноз если нет правильного диагноза то что то тяжело лечиться дальше надо выяснить произошло ли это в результате огрубения очерствения и развращения тела может быть душа сейчас мы говорим про духовную болезнь то она произошла духовная болезнь вследствие огрубления очерствения и развращения тела с духовной болезнью часто являются следствием физического какого-то неправильного поведения или же причина в склонностях души к таким нежелательным вещам как высокомерие уж и так далее то есть душа которая соединяет с богом да на нее надет интеллект и а дальше на интеллект надеты эмоции это желание человека да куда направлены твои желания и все это одетом в биоскафандр в тело теперь если у души есть болезни то это первое может быть это идет от тела чек обжорство разврат там и так далее вот был перебой в интернете но сейчас восстановилась слава богу теперь смотрите дальше идет вторая причина может быть проблема души она является следствием проблем в качествах в качествах да и какие качества нам приводятся высокомерие и ложь обман то есть если человек зло употребляет этими двумя вещами высокомерие ложь то это вызывает у него болезнь души болезнь души дальше если сделать так тут интернет чтобы лучше дальше третий вариант или возможно источником болезни явилась привычка возникшая из-за неправильного воспитания или нездорового окружения то есть вполне возможно что нездоровое окружение так влияет на человека что у него называют начинаются болезни души теперь невозможно приступать к лечению не выяснив какое место поражено болезнью и каковы причины заболевания то есть вот такой алгоритм если что-то болит нужно понять причину поставить правильный диагноз душевные болезни это или тело или неправильные качества или неправильное окружение теперь но есть общие правила общие предписания как себя вести что делать и чего следует воздерживаться когда человек приходит к врачу например да с болезнью тела и он говорит вот у меня там например я не знаю там спазм мышцы какой-то спазм или у меня например у меня например там я не знаю защемило нерв защемило нерв или я уже третий раз за год заболел коронавирусом или вирусом каким-то и так далее то врач вначале он должен найти корень самой болезни но он может ему так сказать смотрите в любом случае вам надо здоровый образ жизни здоровое питание хороший сон чтобы был хороший иммунитет рано ложиться рано вставать или поздно вставать но что вы спали там определенное количество вам нельзя пить алкоголь нельзя курить то есть есть общие предписания также в духовных болезнях а что является общим предписанием в духовных болезнях очень просто делай добро выполняя заповеди устанавливая время для изучения торы и воспитывая себе положительные качества это универсальный рецепт для всех а также избегать зла то есть не нарушать запреты торы но важнее всего и тут идет вот этот главный алгоритм на который следует обратить внимание записать его и использовать но важнее всего чтобы больной пробудил в своих мыслях первое понимание того что он болен и отчаянное желание излечиться от своей болезни самое страшное когда человек говорит я не болен со мной все в порядке то есть и в духовном плане и физическом выздоровлении невозможно без принятия того факта что есть проблема если проблемы нет так никто лечиться не будет если да нормально все то есть первый шаг в духовном выздоровлении и физическом выздоровлении это принять то что ты болен и отчаянно захотеть излечиться второй второй значит первый этап это сильно захотеть излечиться второе это понимание того что он может излечиться то есть понять что излечение возможно даже те болезни которые называются неизлечимыми есть множество примеров как люди вылечивались от неизлечимых болезней если эти примеры есть значит есть всегда шанс излечения а от излечимых болезней так нужно просто понимание что можно излечиться от любой излечимой болезни третье нужна надежда и полная уверенность в том что с помощью Всевышнего Благословенного он излечится от этой болезни то есть первое это сильное желание излечиться второе понимание того что можно излечиться и третье надежду и полную уверенность что я да излечусь вот эти три вещи нужны для излечения души и для излечения тела очень понятно надо это записать и очень прям я тоже запишу чтобы не забыть очень полезно я считаю это знание и я им как раз поделюсь сегодня тоже во всех своих каналах как я буду делиться первое это желание, признание, 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 признание болезни, проблемы, болезни и желание излечиться желание излечиться второе это вера что излечение возможно для этого надо найти все примеры излечения и третье это уверенность в том уверенность в том что Всевышний даст излечение Всевышний даст излечение вот три вот этих вот факта очень важны дальше вторая книга вторая книга, которую мы изучаем называется «Обретение неба на земле» и тут нам дает любая честная рэба такую очень сильную идею вообще очень сильную простую идею он говорит от нашего поколения не требуется велеть их свершение предыдущие поколения все для нас сделали то есть они в тяжелейших условиях верили в Бога в самопожертвование такое было там это было тысячи лет теперь нам нужно совершить только самую малость но в более трудное время оказывается мы живем не в самое легкое время а в самое трудное как же так как же мы живем в самое трудное время значит для нас самопожертвование означает лишь простую смену привычек то есть если в то время было четко понятно вот это добро, это зло ну то есть не было такого знаете как вот человек например рождается он постоянно видит смерть 50% детской смертности пока он маленький у него поумирала там не дай бог половина братьев, половина сестер вокруг то чума, то погром, то война, то голод то есть человек живет и думает все вообще то есть у него смерть постоянно рядом и он совершенно не были в другой реальности сейчас мы живем в такое удобное время что ты думаешь да я из бога, без бога справлюсь зачем мне бог вообще нужен какой бог, какая религия чтобы я себя хоть как-то где-то ущемлял нет то есть последние там 100 лет люди стремились все время к увеличению комфорта им комфортно еще больше комфорта еще больше комфорта чтобы вообще не напрягаться вообще ничего не делать хочу и буду и так как Всевышний нам сделал очень удобные условия последние там десятилетия было очень удобно относительно предыдущего мира то люди, они стали как принцессы на горошине ой, мне все нормально зачем мне бог нужен да, чтобы эту горошину убрать из-под матрасов да мне лень самому спуститься и убрать эту горошину и получилось, что время стало тяжелое и даже простые вещи там простые вещи служения богу просто чуть-чуть изменить свои привычки чуть-чуть вот прямо ну что здесь прям требуется вообще ничего быть религиозным человеком это не сложно вообще выполняя все предписания вообще элементарно теперь, но тоже в этом и заключается сегодня самопожертвование чуть-чуть изменить свои привычки представляете да, теперь переходим к недельной главе недельная глава шлах, как Мошера Бену отправил 12 разведчиков чтобы они разведали землю которую бог обещал в раму и цкаку Якова земля текущая молоком и медом и вот они подошли вместо того, чтобы сразу в нее заходить послали разведчиков приходят разведчики и двое из них Яшуа Бенун и Калев говорят, что мы говорят так мы зайдем мы победим Всевышний с нами а 10 они говорят нет мы значит не победим значит Всевышний нас оставил мы значит умрем в пустыне победить мы не можем и народ который который выслушал двух разведчиков Яшуа Бенуна и Калева и 10 разведчиков остальных народ сказал мы верим вот этим 10 мы не сможем победить и начали все плакать начали все рыдать хотели этих двоих побить камнями убить и бог сказал как же так что это такое вот этот народ он меня гневает 10 раз они восставали против меня делал для них чудеса они восставали против меня давай их уничтожу и сделаю новый народ от Моисея от Машера Бену Машера Бену говорит ну а что скажут люди что скажут тогда другие народы скажут что вывести народ из Египта ты смог а завести в землю Израиля не смог и поэтому уничтожил их в пустыне значит ты не бог не годится этот вариант и тогда бог говорит ладно говорит в салахте те двореха простил я по твоему слову то есть Машера Бену уговорил Всевышнего чтобы он не уничтожал еврейский народ и тут вот сегодня очень для меня было прям удивительное открытие значит написано так это глава 14 26 отрывок и говорил бог Моше и Арону говоря значит бог обращается к Машера Бену и к Арону Он говорит до каких пор они будут жаловаться вот эти жалобщики эти 10 жалобщиков главных которые пришли 12 этих разведчиков было 10 пришли жаловаться начали да теперь вся община Израиля их послушала тоже начали жаловаться и этих подстрекали получится а эти жаловались хорошо значит скажи им бог говорит Машера Бену чтобы он передал народу Израиля скажи им Хаани Неумашем значит Живья сказал бог то есть он источник жизни это такое выражение Живья сказал бог Имлек Ашер Дибарт Базны Кен Эселахем что как вы говорили мне так я сделаю вам я эту фразу никогда не обращал внимания говорит нам устная Тора говорит нам Раша как вы говорили что вы просили у меня о в этой пустыне мы лучше бы умереть нам то есть когда они начали жаловаться они сказали такую фразу это был второй отрывок значит второй отрывок в этой главе они сказали вот лучше бы мы умерли в пустыне бог говорит а как вы сказали так я вам и сделаю вы говорите лучше бы нам умереть в пустыне вот вы и умрете в пустыне это как есть известный анекдот вот как раз об этом об этом эффекте слов человека, когда едет человек один, есть известный анекдот, когда едет один мужчина в маршрутке и он говорит, как меня все достало, жена плохая, значит там работа плохая, все у меня плохо, все ужасно, ужасные все люди, а будет еще хуже, и над ним ангел сидит, записывает это как молитву и говорит, я все сделаю, но говорит, я не понимаю, зачем это тебе нужно. То есть получается, что иногда, а может быть даже и всегда, жалобы и слова, которые человек произносит, они формируют его реальность, они создают ту реальность, в которой он находится, и они, значит, есть неизвестное будущее, Бог их подводит в земле Израиля и говорит, заходите, все, я только что сделал для вас чудеса, дал вам Тору, заходите, значит, населяйте землю. Они говорят, не, мы не сможем, ничего у нас не получится, нас убьют здесь, жены наши будут в это самое, добыче, там дети, ой, все, лучше бы мы в пустыне умерли, зачем ты нас сюда привел, лучше бы мы умерли в пустыне. И, оказывается, Бог им говорит, ну, слушайте, хотите умереть в пустыне, умирайте, значит, и вот это то, что здесь написано, как вы говорили, так я вам и сделаю. Оказывается, что вот эти вот, то, что все это поколение умерло в пустыне, это, получается, они сами попросили, и Бог так и сказал. Как говорили вы, так я вам и сделаю. Значит, и все ваши, все перечисленные, все, кого мы посчитали, от 20-летнего возраста и старше, которые жаловались на меня. Все, от 20-ти лет и старше все мужчины умерли. Получается, получается, почему с 20-ти лет, кстати, здесь есть интересное тоже такое, такое знание, которое поможет, может быть, нам понять, как работает. До 13-ти лет в поторе, значит, мужчины не, вообще не отвечают за свои поступки. То есть, до 13-ти лет он, как сравнивается с жеребенком, с козленком, то есть, им еще вообще он, его интеллект, его все, он такой разболтанный. С 13-ти лет мужчины становятся обязаны выполнять заповеди, а девочки с 12-ти лет, то есть, девочки взрослеют раньше. Называется, мужчина в 13-ти лет становится бармитсва, он становится как сын заповеди, да, то есть, он уже должен жить по заповедям. А девочка с 12-ти лет теперь, но до 20-ти лет, мы видим отсюда, до 20-ти лет, даже если он делает что-то неправильно, то это как накапливается, это как условный срок. Когда, например, арестовали первый раз там подростков за преступления какие-то, им подростков или даже людей смотрят, он сделал преступление, но есть такие смягчающие обстоятельства. И суд давал такой условный срок, говорили так, смотри, мы за это преступление тебе даем 5 лет за кражу, да, 5 лет колонии, условно. То есть, мы очень за тобой сейчас будем следить, и если ты не сделаешь никакого преступления, значит, этот срок с тебя снимается. Через какое-то время он как бы с тебя снимается. Но если ты в течение, там, ближайших 2-3 лет сделаешь любое, даже самое маленькое преступление, то мы тебе тогда за это преступление мы тебе дадим срок, и к нему добавится 5 лет, которые уже над тобой висят. Вот все, что с 13 лет делает человек до 20, это условный срок, да, то есть он Всевышний смотрит, 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 ждет, все. Потом в 20 лет у него уже начинается адекватное мышление. С 20 лет уже заканчивается возраст, который в Израиле называется возраст Типешесре. Типешесре это как подростковый возраст от 11, это Эхадесре, Штемесре, Эсре это как окончание, вот, 12, 11 лет, 12 лет, 13 лет и так далее. 19 лет и потом идет 20 лет. Так, в 20 лет заканчивается возраст глупости, да, то есть, ну, такая игра слов на иврите. Значит, действительно, в 20 лет заканчивается вот этот вот подростковый такой тупой возраст, и человек становится уже ответственный за свои поступки. И это то, что Бог здесь сказал, что все мужчины с 20 лет и старше, которые отказались сейчас зайти в землю Израиля, то есть, испугались, отказались, они все умрут в пустыне. Так. Дальше. Не вы вступите на землю, которой я поклялся поселить вас, а только Калев, сын Ифуне из 12 разведчиков, Калев, который говорил, что мы зайдем, и Юшуа, сын Нуна. То есть, вот эти двое, которые сказали, мы сможем. То есть, что значит, мы не сможем? Бог с нами, он только что дал нам Тору, море раступилось. Что значит, мы не сможем? Откуда вы знаете, что мы не сможем, сказали они? Бог говорит, те, кто сказали, что не смогут, не смогут. И, значит, но те, кто сказали, смогут, смогут. Все умрут в пустыне, а эти двое зайдут в Израиль. Вет Абхэм, Ашэр, Амартэм, Левас и Е. Значит, и ваших детей, о которых вы говорили, что добыча не станут, их я приведу, и познают они землю, которую вы отвергли. А ваши трупы падут в этой пустыне. Так сказал им Бог. И сыны ваши будут ститаться в пустыне 40 лет. Вот сейчас многие знают, что в рейсе народ 40 лет был в пустыне. Вот это здесь как раз Всевышний сказал. Значит, 30 лет, и понесут они Знутейхем Атом Пегрейхем Бамидвар. И они, значит, будут блуждать. То есть это для них наказание, что они тоже не зайдут, сейчас будут расти в пустыне. Пока все не умрут, все это поколение, которое здесь было. То есть те, которые 20-летние, через 40 лет они умерли 60-летними. Все. Значит, 40 лет, никто из них не умер моложе 60 лет. Потому что было предопределено, 40 лет странствий, чтобы 20-летние, они, значит, умерли. Им исполнилось 60 лет. Значит, все. По числу дней, сколько высматривали вы землю, 40 дней, по году за день, нести будете ваши грехи 40 лет. И сознайте вы, сознайте вы, значит, отчуждение от меня. Так сказал им Бог. Сейчас, секундочку. А те, которые, 10 вот этих вот разведчиков, которые были основой всего, вот эти вот 10, которые были как подстрекатели, они были, как сказать, зачинщиками всей этой истории, да, 10 разведчиков. Что, значит, они умерли сразу? Сразу они умерли из-за того, что они согрешили языком, значит, они, их языки распухли, и черви выползали из их языка и проникали в них через, через, очень ужас, что с ними было. Все увидели, что как это все происходит. Они умерли у всех на глазах. Все. Теперь тут интересно дальше, что было. Вот дальше тут интересно, какая вещь, которая очень имеет к нам всем отношение. Значит, эти умерли, 10 человек на глазах у всех, и тут все, весь народ задумался, как же так, опять мы, как бы, опять мы проиграли, грубо говоря, да, Бог нам давал шанс, Бог нас вел. И здесь, а мы испугались зря. И вот здесь встали они рано утром. И они начали взбираться к вершине горы. Вот мы готовы взойти на то место, о котором сказал Бог, мы согрешили. Они говорят, все, мы идем, значит, мы идем в землю Израиля. И сказал Моше, воюмер Моше, лама зеатем овримет пиашем. Зачем вы опять нарушаете слово Бога? Вы не можете преуспеть. То есть, если Бог сказал, когда он сказал заходить, надо заходить. Когда он сказал не заходить, надо уже не заходить. Бога надо слушаться. И он им говорит, не поднимайтесь на землю Израиля, Бог не находится сейчас с вами. И не будете вы поражены вашими врагами. Значит, но они не послушались. Начали они заходить. Значит, Моше и Ковчег Завета не двинулись вместе с ними. И на них начали с гор спускаться Амалетии и Кнани. И били их, и громили их до Хормы. То есть, они проиграли. Их Амалетии погнали вообще. И сказал Бог Моше так. Ну, дальше тут у нас много сегодня, но мы не успеем. Все. Я вам советую прочитать. То есть, Бог сказал Моше, значит, все, передаем. Был у вас шанс. Вы его не использовали. Все, шанса нет. То есть, теперь уже идти пытаться шанс захватить, это идти против Бога. И это интересно. Вот это основа большого спора между религиозными сионистами и некоторой частью ортодоксальных евреев. Значит, когда был разрушен второй храм, то Бог отправил евреиский народ в изгнание для исправления тех грехов, которые были причиной разрушения второго храма. Значит, причиной разрушения второго храма была беспричинная ненависть друг к другу. То есть, когда в народе начинается беспричинная ненависть друг к другу, когда люди без причины вообще начинают проявлять зло по отношению друг к другу. Тогда Всевышний наказал их тем, что вы недостойны жить в этой земле святой. И они вышли, значит, пошли в изгнание. Напали римляне, разрушили храм, и они ушли в изгнание. Зачем изгнание? Зачем трудности? Чтобы исправить причину. И они, значит, когда были в изгнании народ Израиля, две тысячи лет учились любить друг друга. То есть, их притесняли, они сплочались. Их притесняли, они сплочались. Теперь, после того, как они уже сплотились, и было написано, значит, что Бог взял клятву с еврейского народа, что они не будут пытаться силой вернуться в землю Израиля, что они не будут восставать на те народы, среди которых они живут, не будут внутри нигде захватывать власть. И третья клятва была взята с народов, что они будут притеснять евреев, потому что это был план Всевышнего, но не до конца, не будут их уничтожать полностью, а будут притеснять для исправления вот этого греха без причины и ненависти друг к другу. Пиком была катастрофа. Катастрофа это был пик вообще, когда народы прям напали на евреев и уничтожили 6 миллионов евреев, треть еврейского народа была уничтожена. Именно это послужило вот этим вот окончательным искуплением греха золотого тельца и окончательным средством для того, чтобы евреи поняли, что они должны быть вместе. Никто не защитит, никто не поможет. Корабли с евреевыми детьми отправляли обратно в концлагеря в самые цивилизованные страны. Америка бомбила немецкие войска, но не бомбила пути, которые продолжали везти в концлагеря детей, которых сжигали, да, хотя знали, где пути, могли разбомбить в 3 секунды, остановить эту машину убийц. Никто этого не делал. И, значит, тут еврейский народ уже сплотился, потому что невозможно не сплотиться, когда заходишь в Яд Вашем и идешь по такой там комнатой, где постоянно произносятся имена полтора миллиона детей, которых сожгли в концлагерях. И в этот момент возникло государство Израиль, которое существует за счет того, что здесь сплоченные евреи, потому что если не сплотиться, то вокруг есть миллиард арабов, которые хотят уничтожить и убить евреев. И получается, что... Но есть спор. Написано, что силы не должны возвращаться. Должен прийти Машех, Мессия, который уже тогда появится в 3 храм и так далее. То есть и часть говорит раввинов, да, это уже... Это уже как Машех уже здесь, просто мы пока его не видим, он пока не проявился. Но уже то, что государство возникло на этом же месте через 2000 лет, это уже четкий признак того, что Бог простил и Бог помог евреям вернуться. Нельзя же без согласия Всевышнего вернуться. А раввины, те, которые против, они говорят, нет, секундочку, а где Машех? Должен вначале прийти Машех, а потом вернуться. Есть какая-то часть вот еврейских раввинов, которые говорят, что пока еще время не наступило, да. Но большая часть религиозного еврейского мира говорят, что да, время наступило. Мы живем уже в мессианскую эпоху, когда Машех уже здесь. Он еще пока не проявил себя, но прямо самые такие вот каббалисты там и так далее говорят, что мы с вами его увидим. И я в это очень сильно верю. Это будет очень интересно увидеть третий храм, как он появится на месте, где стоял и первый храм, и второй храм. И вот то, что сейчас происходят, все эти войны, катаклизмы в мире, там, ковид и так далее, все это какие-то уже прям последние предродовые схватки, да. С Божьей помощью, чтобы мы своими добрыми делами, изучением Торы, заповедями приблизили этот момент, он зависит от каждого из нас. То есть каждый из нас, добавляя добра, добавляя милосердия, написано, что мир будет построен хеседом, милосердием. И чем больше будет в жизни добра, выполнения заповедей Торы, тем быстрее произойдет вот этот вот завершающий аккорд. Нам осталось вот чуть-чуть, вся работа сделана предыдущими поколениями. Нам осталось прям последний маленький аккордик, и мы увидим Машеха. Все, всем удачи, успехов, мы знаем три правила теперь излечения, признание болезни, желание излечиться, вера, что излечение возможно, и уверенность в том, что Всевышний даст излечение, значит, с деньгами та же схема. Если денег нет и хочется больше, нужно понять, в чем причина, нужно поверить, что получать больше денег возможно, и нужно уверенность, что Всевышний даст вам деньги, нужно что-то делать еще. Как пришли к одному раввину, просили благословения на богатство, он говорит, я вам даю благословение, оно работает только ночью. Все говорят, а как ночью, нам нужно благословение на богатство. Он говорит, я вас благословляю, это благословение работает ночью, они говорят о днем, он говорит, днем надо работать, днем надо работать, то есть только так оно работает. Хорошо, друзья, значит, выздоровление, благополучие и мира с собой, мира в семье и мир, чтобы было во всем мире, всем хорошего дня.